Добрый день, меня зовут Анатолий, я технолог компании Полымя по овощеводству. У нас на обзоре сегодня двухрядный комбайн теребильного типа датской фирмы Азолифт. Данная машина предназначена для уборки моркови и столовой свеклы. Основные узлы машины. Рама с прицепным устройством на колесах. Две уборочные секции. Моркови, поперечный транспортер, выгрузной элеватор и площадка для оператора. Принцип действия данной машины основан на одновременном подкопе лемешного устройства и захвату теребильными ремлями ботвы моркови. При движении комбайна происходит передвижение моркови вдоль ремней к очистительному устройству. С помощью мягких резиновых пальцев морковь очищается от почвы и поступает на отминочное устройство. На теребильном устройстве происходит отминка ботвы. Ботва сбрасывается дальше в поле, а морковка по поперечному транспортеру и по выгрузному элеватору поступает в транспортное средство, которое следует рядом с комбайном. Данная машина 2022 года выпуска. Она агрегатируется тракторами 130 лошадиных сил. Две уборочные секции, в междуряде с которыми можно работать от 42 до 90 сантиметров. Элеватор может грузить продукцию до 3,5 метров. Производительность данной машины примерно от 3 до 4, некоторые производители делают даже до 5 гектаров в день. Данная машина оснащена гидравлическими активными торпедами. Также на комбайне установлена система автопоиска ряда по вертикали и по горизонтали. Хочу уделить внимание особое лемеху. Это своеобразная балка со срезным болтом. Лемех регулируется с помощью отверстий вперед-назад. Трехугольная конструкция придает мощность и надежность всему выкапывающему устройству. Секции уборочные оснащены специальным пружинным защитным механизмом. То есть при попадании каких-то предметов в зону ремней пружинная система срабатывает и предмет посторонний проходит дальше без травмирования двух половин секций. По такому же принципу устроена в отминочном устройстве тоже пружинная система. Там также получается, если какой-то посторонний предмет попадает между двумя половинами ножей, срабатывает пружинная система и он просто потом вылетает в поле. На данной машине установлен специальный дисковый нож для среза сросшейся ботвы. Автономная гидравлика приводится в движение через карданный вал. У оператора есть свой пульт. С помощью жестиков он может регулировать работу элеватора и гасителя, которые также устанавливаются на данную машину. Мы находимся в полях Солигорского района, фермерское хозяйство «Богдан». Комбайн только сейчас выехал с поля, где убирал морковь. Скажу пару слов о том, что данная машина также убирает столовую свеклу. Для наших условий это очень актуально. Почему? Потому что, как мы знаем, ботва у столовой свеклы гораздо больше, мощнее, чем у моркови. Не всякие люди захотят работать на уборке с помощью рук, отрывая ботву от корнеплода. Очень тяжелая работа, у людей болеют руки. В это время очень хорошая замена, как морковоуборочный и свеклоуборочный комбайн. Принцип уборки столовой свеклы и моркови сильно не отличается. Принцип тот же. Только с помощью таврепа мы регулируем глубину подкопа. У столовой свеклы она гораздо меньше. Компания Ассалифт ставит второй гидромотор на отминочное устройство. Там, где выполняется больше всего нагрузка при отминке. Для того, чтобы гидросистеме и отминочному устройству было легче отминать вот эту мощную крупную ботву столовой свеклы. Кроме данной стандартной модели, завод Ассалифт может изготавливать различные типы машин теребильного типа. У нас в Беларуси работает до 10 конфигураций. На протяжении 15 лет полумиагра реализовала в Беларуси различные комбайны. Однорядные с переборочным столом, двухрядные с переборочным столом на 3-5 человек. Изготавливались также специальные комбайны для тракторов под спарку. Есть и работают самоходные комбайны. Основываясь на опыте, хочу сказать, что мы можем предложить различную машину, различные конфигурации, которые необходимы будут в ваших конкретных условиях.